Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, это ревность со стороны мужчины, потому что, ну, в противном случае он не стал бы говорить о том, что вам кто-то что-то пишет. Да, в противном случае он не стал бы говорить о том, что вы с кем-то взаимодействуете, вот, в противном случае его бы эта тема, возможно, вообще не волновала бы, вот. А так, судя по тому, что вы описываете, да, он, скорее всего, действительно вас ревнует. Только вот самое, что в этой ситуации мне кажется неприятное, это то, что вы с ним друзья, и вот именно, ну, будучи друзьями, да, будучи друзьями, мужчина, получается, вас ограничивает в том, что вы делаете, да, то есть он пытается повлиять сейчас на то, какие фотографии вы выставляете, да, в общий доступ. Он пытается ограничить ваше общение с другими мужчинами, вот. И мне кажется, что подобное поведение, оно неприемлемо для друзей, если это действительно, действительно друзья. Вот, поэтому вам я порекомендовал здесь спросить у него напрямую, да, то есть, вот, почему он вам об этом говорит. И что, его это волнует или как, если это его волнует, да, то, соответственно, почему его это волнует, чем это его волнует, ну и так далее. Вот, понимаете, то есть смотреть нужно в данном случае в корень проблемы, да, а корень он в том, что мужчина, очевидно, ведет какую-то двойную игру. То есть, он не может признаться вам, что вы ему нравитесь, например, да, но в то же время он пытается вас как-то контролировать, что, в общем-то, уже говорит о том, что его любовь, она не совсем, не совсем такая искренняя по отношению к вам, да, то есть она преследует его цель, его цели, эм, цели мужчины, понимаете. Вот, и мне кажется, что это, конечно, в любом случае, вот, в любом случае вас это ущемляет, в любом случае вас это как-то будет, значит, ну, урезать в правах, скажем так. Вот, что, безусловно, неприемлемо, что, безусловно, неприемлемо, в любом случае. Вот, это то, что касается, это то, что касается, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, это то, что касается с историей о том, что он вас, может быть, ревнует, может быть, не ревнует, да, то есть в любом случае вы ему не безразличны. Вот, иначе он бы такого не говорил никогда. Другой вопрос. Другой вопрос. Понимаете, вы пишете о том, что дружите с мужчиной по интернету. Вот надо бы выяснить субъективные аспекты того, почему вы с мужчиной дружите по интернету. То есть, это действительно дружба, или это все-таки что-то другое, да, то есть, например, это все-таки какое-то более тежное общение, потому что вот мужчина, он явно хочет чего-то большего, мужчина явно ожидает чего-то большего, у мужчины уже явно есть какие-то чувства к вам, вот, он явно пытается как-то их проявить, да, он явно пытается как-то их, значит, в себе подавить, судя по всему. Вот. То есть, здесь я бы рекомендовал вам пересмотреть цели своего общения с мужчиной, да, то есть, то есть, вот, для чего вы с ним вообще взаимодействуете, что вы вообще хотите от него и так далее. Далее, общаемся исключительно как друзья, пишите вы. Это хорошо, но вы общаетесь исключительно как друзья, но, понимаете, у друзей должны быть, во-первых, четкие границы. То есть, между вами и им должны быть четкие границы. Что можно, что нельзя. Ему, и что можно, и что нельзя вам. Это нормально, это адекватно, это объективно. И, судя по тому, что пишете вы, судя по тому, что пишете вы, да, вы по-разному понимаете дружбу, вот, просто, по-разному понимаете дружбу и по-разному понимаете, как вообще, скажем так, люди дружат, да, то есть, то, что для вас. Дружба для него это, соответственно, может быть что-то, что-то другое. Очень важно, как вы воспринимаете друг друга, ну, в качестве кого, да, то есть, то есть, как он видит вас, как вы видите его, как он воспринимает вас, как вы воспринимаете его, что вас объединяет, что между вами общего, понимаете. Потому что дружба по интернету, ну, как и, в общем-то, любая дружба, она должна иметь некий такой фундамент, да, некий такой фундамент, на котором выстраиваются, собственно говоря, отношения. И если этого фундамента нет, по какой-то причине, ну, по ряду причин, если этого фундамента нет, или он недостаточно крепкий, то отношения, собственно говоря, становятся вот такими, да. То есть, начинают нарушаться личные границы, между людьми возникают какие-то недопонимания, между людьми возникают какие-то проблемы, да, то есть, люди лезут туда, куда их, в общем, вообще не просят и так далее. То есть, здесь очень важно понять, как складывается ваше общение, как складывалось ваше общение, вообще, как оно складывалось и что оно, это общение, из себя представляет. Значит, сегодня он сказал мне, пишите вы, что у меня стоят открытые фото, поэтому мне и пишут. Вы знаете, я, если честно, не сразу понял, что значит открытые фото, я подумал, что имеется в виду, что вы свои фотографии сделали не приватными, а публичными. И, как бы, ну, открытые фото, да, можно было написать, в принципе, откровенные фото, тогда это было бы более, более понятно. Так, открытые фото, ну, что это значит. Ну, вот. Поэтому мне и пишут. Вот. То есть, давайте еще раз, перечитаем это. Давайте еще раз перечитаем это. А он сказал мне, что у меня стоят открытые фото, поэтому мне и пишут. То есть, такое ощущение, что кто-то из вас, я специально говорю, кто-то из вас, потому что я не знаю, кто именно, да, вот. Кто-то из вас посчитал, кто-то из вас посчитал, что тот факт, что вам пишут, это плохо. То есть, либо вы пожаловались на то, что вам пишут, либо что-то еще. То есть, это не, как вам сказать, это не начало диалога, это не начало конфликта, это не начало именно проблемы, понимаете, как таковой. Это, скорее, ну, продолжение, понимаете, вот. Это продолжение, не начало, продолжение. И вопрос весь заключается в том, по поводу чего началась эта история вообще изначально, да? То есть, что плохого в том, что вам там, ну, кто-то пишет, да, что плохого в том, что вы там, ну, с кем-то взаимодействуете, да, что в этом плохого, что в этом страшного именно для вас, что страшного в этом, или для него. Дальше вы пишите, но там только пары фоток, и они нормальные. Смотрите, здесь вы уже, как бы, оправдываетесь. То есть, вы, как бы, говорите, но там, там пара фоток, и они нормальные. Там пара фотографий, и они нормальные. Что вообще, в чем проблема? Как, как бы, как бы, говорите вы. Но, но ведь это, не знаю, заметили вы или нет, это ничто иное, как оправдание. И попытка оправдаться, говорит о том, что вы чувствуете себя виноват. А ваше чувство вины перед мужчиной говорит о том, что он чего-то от вас уже ждет. И вы чувствуете себя обязанной дать ему то, что он от вас ждет. Знаете, какая история? То есть, получается, что вы друзья, но уже мы, и вы, и он смотрите на другой уровень отношений. То есть, вы уже знаете, что ему не нравится, что вам пишут в руке, хотя, что в этом такого, да, непонятно. Вот. Дальше. Они нормальные. Ну, тут, тут, как бы, знаете, есть сомнения по поводу точности используемого вами слова. Дело в том, что нормальные – это оценка. То есть, для одного человека норма одно, для другого человека норма другое. Норма другое. Вот вы говорите, что в мини-юбке видны ноги. Вот. И для кого-то это ненормально. Аноним. Еще раз. Для кого-то это ненормально, а для кого-то это нормально. И весь вопрос в том, нормально ли это для вас. Понимаете? То есть, вы пишете, что это считается, вот вы спрашиваете, да, это считается неприличным. Кем считается? Кем? Вами. Если вы считаете это неприличным, да, это неприлично. Если вы считаете, что это нормально, это нормально. Мужчина точно не тот, кто должен вам это указывать. Даже, даже если бы он был кем-то больше, чем друг. Ну, ближе, чем друг. Не больше, а ближе. Вот. У меня вопрос к вам. А почему вы задаете этот вопрос нам? То есть, почему вы у нас спрашиваете, нормально это или нет? Именно у нас. Почему? То есть, получается, что вы в себе не уверены? Получается, вы не знаете, как должно быть или что? То есть, понимаете, какая история, да? Что вы пытаетесь на нас, вы пытаетесь на нас сейчас перенести вот эту вот ответственность за оценку ситуации, которая есть, которая происходит. А это так не работает. Вам самой нужно решить, прилично это или нет? Вам самой нужно решить, адекватно это или нет? Вам самой нужно решить, приемлемо это или нет? Вам самой нужно решить, что вы, какого эффекта вы хотели от того, что, ну вот, фотографировались в менюбке, да? То есть, как бы, это абсолютно нормально, но чего вы хотели от этого? Да, то есть, какого результата вы ждали и ждёте от этого? Вот. И, 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 вот вы пишите, говорит, из-за этого мне и пишут, и хотят поднакомиться, и что? То есть, да, пишут, да, хотят поднакомиться, и что? То есть, для кого это проблема, что вам пишут и хотят поднакомиться? Откуда он знает, что вам пишут и что хотят поднакомиться? Ну, наверное, потому что вы добавляете в друзья, и он видит, что вы добавляете в друзья. Как бы, ну, других людей, мужчин, да, и т.д., он это видит. Но проблема-то в чём? Проблемы я не вижу, опять же. Ни для вас, ни для него. Ну, знаете, можно предположить, что это ревность друга. Если вы, вот, исключительно, как друзья, общаетесь, можно предположить, что это ревность друга, то он боится, что другой мужчина перетянет на себя ваше внимание, вы с ним будете общаться меньше. Можно предположить. Так. Да, то есть, просто вот, что у него нет романтических чувств к вам, но он боится, что другие мужчины просто отнимут вас у него. Такое тоже может быть. С меньшей, конечно, долей вероятности, но такое тоже может быть. Но это в любом случае нужно выяснять, это в любом случае нужно прояснять. Это вопрос, знаете, это вопрос личной границы. Это вопрос того, что вам, что вы можете делать, да, а что вы делать не можете, и почему вы не можете это делать. То есть, даже если это ревность, даже если это ревность, то она должна быть чем-то обословлена. Она, знаете, она позволена мужчине, то есть, мужчина считает для себя возможным проявить себя так, по отношению к вам, сказать, что у вас слишком открытые фото. То есть, он может оценивать вашу, такое вот, ваше проявление личной жизни, скажем так. И, на мой взгляд, это весьма, весьма тревожный звоночек. Если вы что-то делаете, вы делаете это, и люди, которые с вами находятся вместе, да, они это должны принимать, да, они должны принимать, принимать то, что вы делаете, они должны это воспринимать, понимать и относиться к этому адекватно. Ну, в том смысле, да, что без осуждения какого-то, без негатива какого-то, да, и так далее. А здесь получается, что мужчина вроде бы как ваш друг, вот, но в то же время он явно ведет себя как критик, да, то есть, он вас критикует, и эта позиция, она странная в данном случае, вот. А дальше, значит, я не могу понять, это ревность его страны, ревность однозначно, вопрос в том, какая, да, вот. Или действительно такие фото изначально не привлекут внимание нормального серьезного парня. Вы знаете, как вам сказать, нормальный серьезный парень, он не будет обращать внимания на, как бы, фотографии, да. Нормальный серьезный парень, но посмотрит просто на вас в целом, да, то есть, ему какие-то отдельные аспекты, да, такие как фигура, ноги, там, все вот это, это ему, это, конечно, важно, но не так. Нормальный серьезный парень смотрит на, ну, в данном случае на девочку, да, в целом. Какая она в целом девочка? Приятная, неприятная, там, опрятная, неопрятная, да, там, допустим, кого волнуют татуировки, да, там, с татуировками или без, или без, там, ну, ищет кто-то, и все. Курит, не курит, да, вот для кого-то это тоже важно. Вот. И все. Но, понимаете, опять же, несколько странным выглядит тот факт, что вы пытаетесь привлечь нормальных серьезных парней в интернете. получается чисто по гендерному признаку, чисто по гендерным основам, основаниям. Это достаточно тернистый, трудоемский и энергозапратный путь, потому что вас, получается, с мужчинами, да, с парнями, ничего не будет объединять, помимо только, ну, внешнего привлекательства. То есть, грубо говоря, сейчас, на данный момент, вы привлекаете мужчин только видом мини-юбки. Знаете, какая история? А привлекать серьезных и нормальных парней нужно не видом мини-юбки, и даже не внешним видом, и даже не фотографиями, а реальными действиями. И именно поэтому рекомендуется ознакомиться и, как бы, вот, налаживать новые связи, да, исключительно только в реальной жизни, вот. То есть, категорически не рекомендуется ознакомиться в социальных сетях, вот. Категорически не рекомендуется ознакомиться в социальных сетях, потому что там, ну, нельзя построить серьезные отношения. Или можно, но это очень тяжело и гораздо тяжелее, чем в реальном мире. Вот, поэтому возникают вопросы. Вопрос, а почему вы пытаетесь привлечь внимание нормального серьезного парня в интернете? Вы думаете, нормальные серьезные парни знакомятся в интернете? Я имею в виду чисто вот знакомства ради, ну, знакомства, да, то есть, это не, там, незнакомые какие-то, да, там, реальных людей, да, там, незнакомые знакомых, а именно, вот, просто целенаправленные в социальных сетях для знакомства с девочкой. Вы думаете, нормальные серьезные парни это делают? Я думаю, нет. Потому что в социальной сети, в социальной сети, как правило, находятся люди, которые не могут построить отношения в реальной жизни. Ибо в реальной жизни это происходит естественно. И именно поэтому, именно поэтому, когда вы выставляете фотографии хоть сколько-нибудь откровенные, да, или которые могут интерпретироваться как откровенные, естественно, вы создаете риск, что привлекутся именно несерьезные и ненормальные мужчины. Правда, нормальность, нормальность и серьезность это тоже очень субъективно, понимаете, очень субъективно. То есть, это нужны критерии. Критерии нормальности, критерии серьезности. Критерии нормальности и серьезности для вас. Понимаете? Вот. Поэтому тут, видите, больше вопросов-вопросов, чем ответов на ваш вопрос. Вот. Но надеюсь, что я ответил. Надеюсь, что я ответил на него. В принципе, можно, можно, конечно, еще много чего сказать, но я не думаю, что это имеет смысл, потому что, как бы, тут уже гадание начинается. Вот. А гадать все-таки мне бы не хотелось. Поэтому давайте пока оставим так. Если у вас появится желание обсудить это, то можно это сделать на личной консультации. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удач.